Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, уже не знаю куда обратиться со своей проблемой, пишите вы. Ну, что здесь чувствуется, когда вы говорите, что уже не знаю куда обратиться со своей проблемой? Здесь чувствуется, на мой взгляд, то, что вы этой проблемой продаёте большое значение. Если в этой проблеме продаёте большое значение, то эта проблема вам нужна, без неё вы не сможете жить. То есть, эта проблема, несмотря на то, что эта проблема, то есть, ну, что-то негативное, да, что-то неприятное может быть, вот. Несмотря на это, вам это нужно, то есть, эта проблема, она вам нужна. Если её убрать, этот вопрос очень важен. Если убрать проблему, что будет? Ну, буквально. Как вы будете жить, если этой проблемы не будет? Вот. Вот прям, ну прям буквально. Как вы будете жить? Интересно. Мне очень. Дальше. Дальше. Я женщина, мне 30 лет, при росте 172, весу 92 килограмма. Значит, вы начинаете с того, что вы женщина. Вот. Значит, как-то вы здесь убираете на то, что вы женщина. Как-то вы здесь на первое место ставите то, что вы женщина. Не человек, не личность, а именно женщина. Вот. О чём это говорит? Это говорит о том, что вы воспринимаете себя именно с позиции гендера на первом месте. И, забегая чуть вперёд, хочется сказать, что моя гипотеза заключается в стыде. В стыде своей женственности, в стыде своей привлекательности, в стыде своей сексуальности, может быть. Вот. Вы стыдитесь этого. Моя гипотеза заключается в этом. И отсюда ваша вот история про лишний вес, передание и так далее. Вы можете спросить. И спросить довольно справедливо. А почему я так решил? Почему я решил, что это стоит, когда, ну, например, другие коллеги, да, мои, например, Кудрячёв Игорь Леонидович, говорят, что, ну, нет, это стыд, это страхи. Страх перед близкими отношениями, например. И мой ответ вам будет предельно честным. Я не знаю. Я не знаю, почему я решил так. Я не знаю, почему я решил, что вы стыдитесь. У меня нет ответа на этот вопрос. Просто читаю ваш текст, когда я его прочитал, и когда я начал отвечать, у меня появилась такая мысль. У меня появилась мысль о том, что, ну, вот, это просто. Откуда я это взял, не знал. Сказать не могу. Интуиция. Очень люблю поесть, особенно жирное, жареное и сладкое. Ну, это все яркие вкусы. Если мы говорим конкретно про вкусовые ощущения. И я думаю, что вам не хватает ощущений ярких. Вот. То есть, ну, вам не хватает вот этой вот истории, да, когда, вот, человек, он, ну, как-то, вот, не чувствует, ну, не чувствует наслаждение жизнью. Вот, скажем так. Здесь. Вот. Соответственно, не чувствует, соответственно, себя ограничивает в этом. И когда он себя в этом ограничивает, то, собственно говоря, появляется потребность в том, чтобы как-то компенсировать эту историю. Коменсировать нехватку каких-то, ну, ярких, позитивных чувств, эмоций и так далее. Вот. Ну, опять же, не случайно. Были быть сильные, жарные и сладкие. Есть еще один очень важный момент. О нем мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович не сказал. Говоря о страхе, очень важно подчеркнуть, очень важно подчеркнуть, что одно из центральных, ключевых факторов здесь, в страхах и в пищевом поведении, является безопасность и потребность в любви. Потребность в любви, потому что оральное поведение через рот человек как раз таки получает базовую любовь. И можно сказать, что вы себя не принимаете. На мой взгляд, из-за стыда. А безопасность – это ощущение, как раз таки, сытость. Сытость, наполненность – это ощущение безопасности. Безопасность становится для человека достаточно важной тогда, когда он не облабает четкими, крепкими личными границами, скажем так. То есть, иными словами, если у человека есть проблема личных границ с другими людьми, то есть проблема отделения себя от других. Вот, если у человека есть такая проблематика, то ему требуется себя наполнить. Наполняя себя, человек естественным образом отграничивает себя от других людей. Он это делает таким вот образом. Можно сказать, пассивным. И вот это очень важный момент. Что вам, опять же, на данный момент нужно… Я хочу, чтобы вы это поняли. Вам нужно потреблять еду так, как вы это делаете, и в том количестве, в каком вы это делаете. То есть, вам это необходимо. Потому что на данный момент с этим у вас связаны базовые потребности. Ваши. Ваши. Ваши базовые потребности. Вот. Которые вы пытаетесь таким образом реализовать. И, соответственно, до тех пор, пока, эти потребности будут у вас не реализованы. Вы будете кушать. Потому что потребности это базовые и реализовать их хочется любому человеку. Любому. Вот. Вот. Помните, в начале я сказал о том, мол, вы придаете много важности, значимости проблеме своей. Вот. Не знаете уже кому с ней обратиться. Так вот. Это не случайно. Обращаясь к этой проблеме, снова и снова, может быть даже к красным специалистам. Вот. Я не удивлюсь, если вы уже к красным специалистам обращались. Вот. Вы пытаетесь ее решить внешне. На самом деле вы ее не решаете. Потому что вы боитесь. Вы боитесь, что вас эту проблему отберут. И вы останетесь еще больше неудовлетворенным. Вы выглядишь я не совсем как сон, если у меня фигура песочные часы. А меня больше волнует целлюлит, чем силуэт. То есть это вас волнует то, как вы выглядите. То есть вас волнует только то, как на вас смотрят другие. Опять же, здесь история про стыд. Хочу быть красивой, с плоским животом, а у меня он торчит. Да. Это очень интересно, что вы хотите быть красивой. То есть вот есть образ. Ну, то есть есть какое-то понимание. Есть какое-то понимание того, что хочется быть красивой. Окей. Красивой быть хочется. Но вы откуда-то узнали об этом, что можно быть красивой. Вот откуда-то вы узнали об этом. Откуда-то вы узнали о красоте. Откуда вы узнали о красоте. Как вы о ней впервые услышали. От кого, как, каким образом. Вот. Это же всё не случайно. Это всё имеет историю. Вот. Это всё история по большому счёту. Вот. Лишь если мне с детства, где-то в 2012, начало поправляться. Поправляться. Видите вы? Да. 2012 – начало подросткового возраста. Подростковый возраст – это осознание своих гендерных принадлежностей. То есть половое созревание и так далее. Вот. Незапно вы начали поправляться. Случайно ли это защищаете себя от тех изменений, которые происходят с телом человека в этот момент? Вряд ли. Сейчас по анализам всё хорошо, но худеть не получится. Правильно? Вы будете там похудеть, будете привлекательны и будете многих женщин обгонять по привлекательности. Мужчины будут вокруг вас. Это стыдно. Вот. Либо снимая попытки дать кратковременный эффект. Ну, опять же, на внутренний конфликт. Я только не пробовал, здесь диет или срываюсь или выдерживаю на еда. После ИКГ приходит обратно. ИКГ приходит обратно. Смотрите. Какая здесь история. Вообще, вот, как бы, любая зависимость, любая зависимость может решаться, как бы, с разных, ну, с разных позиций. Вот. Первая позиция, это такая. Что, вот, я себе сказал, например, что больше не буду есть. Ну, и всё. Я не буду больше. То есть позиция, это больше волевая. У кого-то хватает воли, у кого-то нет. Есть другая позиция, когда, в общем-то, человек задаёт себе вопрос. А что в моей жизни, помимо вот этого, есть ещё? Уверен ли я, когда хочу есть, что я на самом деле хочу есть? Уверен ли я в этом? То есть, уверен ли я, что мой голод, это на самом деле голод? Дело в том, что люди испытывают голод очень часто, когда, ну, допустим, испытывают стресс, напряжение. Когда я ограничиваю себя в еде, чувствую себя несчастной, вечной мыслью, почему девочки худые едят, сколько и что хотят, а я толстая, должна мучиться. Вот здесь у вас есть чётко выраженная идея про наказание, про несправедливость. Идея наказания, идея несправедливости. Это про то, что вы плохая. Это про то, что вы плохая, что вы должны страдать и мучиться, что вы недостойны. Откуда вы это взяли? Я занимаюсь различными физическими нагрузками дома, ещё катаюсь на велосипеде даже зимой, но всё это опять не даёт никакого эффекта, если есть так, как я ем. Ну, я понимаю, о чём вы говорите, поэтому физические нагрузки, если они вам не нравятся, я бы пока оставил. Я не ем вёдрами, я просто могу съесть кусок жареной свинины и закусить сникасами, от этого меня уже распирает. А в смысле распирает? Вас не разобрёт от куска свинины и сникасов. Не разобрёт. Ещё жирные и сырые люблю. Вот. Я понимаю, я понимаю. Не просто так вы любите именно жирную пищу. Сейчас пишу текст, а мы села на разгрузочную трёхдневную диету, в смысле только о еде. А там какая я несчасть, мне не везуча. Поэтому почему я должна выбирать? Сносное тело или вкусная еда? Действительно. Сносное тело – это про что? А вкусная еда – это про что? Еда занимает важное место в моей жизни. Я люблю здесь ходить за продуктами, готовить, получать на завождение вкусную еду. И без неё мне ничего не интересного и не хочется делать. Если я не понял, я зла. Ну вот. Нужно разбирать. Что с едой вы получаете? Получается. Это же не про еду. Я тоже не про еду. Это было всё про то, что я не знаю, куда сюда девать. А ещё это про то, что еда – это самый безопасный способ куда-то, куда-то себя деть. Парадоксально, правда? Дальше. Все это идет на мысль, что я лишаю себя общения с мужчинами. О нет. Нет, нет, нет. Дело здесь в другом. Дело здесь в другом. Дело здесь в том, что вы лишаете себя общения с мужчинами. Это правда. Но только потом. Вы объясняете это с едой. Не наоборот. Сначала. Сначала. Идет запрет. На. Общение с мужчинами. А уже после этого запрет на еду. Разрешение есть. Именно. Я подчеркиваю. Подчеркиваю. Именно. В таком варианте. Именно в таком порядке. Не наоборот. Ни в коем случае не наоборот. Понимаете? А вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот да. Потому что. Если бы было наоборот. Вам бы в голову не пришло. Что. Лишний вес. Эээ. Мешает. Мешает. Мешает вам. Общаться с мужчинами. Не пришло бы в голову. В голову. Даже не задумались. Вы. Вы. Об этом. Коль задумались. Значит. История именно. Про. Такой парад. Как о котором я. Сказал. Я общаюсь. Даже. Встречаюсь. Но. Специально выбираю тех. С кем ничего серьезного быть не может. Правильно? Потому что. Выбрать что-то серьезное. Это означает. Эээ. Ну. Как-то вот. Допустить. Что вы можете быть любимой. Что вы можете быть прекрасным. С этим проблемой. Следующий момент. А. Что такое вообще. Эээ. Что-то серьезное. Ну. То есть. Буквально. Что это. Как понять. Что. Например. Отношения. Эээ. Серьезные. Ну. Я имею ввиду. Ваши. Вот. Как понять. Как вы понимаете. Что отношения серьезные. К примеру. Что вы вкладываете в. Понятие серьезных отношений. Боюсь влюбиться и влипнуть в брак. А. Чем так страшно влюбиться и влипнуть в брак. Кажется что меня никто такую любить не будет. Будет обязательно изменяться. Да. Никто такую вас любить не будет. Но. Другую. За другую. Вам стыдно. Опять же. Понимаете. Да. То есть. Быть другой мне стыдно. Красивой мне быть стыдно. Я буду такой. И буду уверен. Что. Такой меня любить не будут. То есть. Если вы. Думаете про себя. Что какой-то меня любить не будут. То вы уже знаете какой вас любить будут. А. Когда вас любят. Нужно это. Принимать. То есть. Любовь нужно принимать. Любовь нужно принять. Это не просто. Принять любовь. Так вот. Принять любовь можно только если вы принимаете себя. Себя вы не принимаете. Так. Дальше. Когда у меня бывает интим с мужчинами. Я тоже не расслаблен. Я все время думаю о том. Что. Мой целый литвитный. Значит. А. Так. Хотя я вижу как меня смотрят мужчины. Вижу что много матери. Интересно. Да. А. Вы замечаете. Свои телесные телесные недостатки. Ок. А. Если бы их не было. Ну вот. Предположим. Предположим. Предположим что их нет. Как бы вы себя. Чувствовали. В этом случае. Так. У меня достаточно яркая внешность. Но лишний вес очень снижается на цель. Не просто так. Защищает. Я вроде и вижу что ко мне мужчины тяжутся. Но сама в это поверить не могу. Как можно хотеть женщину с лишним весом. Хотя головой понимаю что. Помимо этого. Бывает энергетика. Женское обаяние. Но я сразу не могу избавиться от мысли. Что они на 100% хороши. Удивительное дело. Как вам вообще в голову пришла идея о том. Что можно быть на 100% хорошим. Это очень интересно. Как вы к этому пришли? Как вы в принципе пришли к оперированию с такими категориями? Подскажите что делать в этой ситуации. Как похудеть или как изменить отношение к себе. Если похудеть не удается. Ну во первых. Как похудеть психолог не подскажет. Этим занимается диетолог. Изменить отношение к себе можно. Можно. Сначала нужно знать что на что меня. Поэтому я бы предложил личную терапию. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи.